За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Каждый работающий человек в России должен получать достойную заработную плату. В том числе накопить достаточно средств и для сохранения достигнутого уровня жизни. Надеюсь, что это временное явление. По мере насыщения рынка отечественным продовольствием будут снижаться. Ситуация, она еще не исправилась, но все-таки тренд положительный. Беспрецедентная санкционная агрессия обязательно адаптируется к новым реалиям. Сурс доллара не связан с какими-то проблемами в экономике. Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми. Добрый день. Я профессор Игорь Владимирович Липсец, доктор экономических наук. И я хочу с вами сегодня поговорить о такой непростой, но очень важной теме, как человеческий капитал России. Вокруг этого идет очень много споров, является ли это огромным достоянием, преимуществом, конкурентной такой ценностью России или наоборот. Но для того, чтобы мы понимали друг друга в этой лекции, нам надо сначала разобраться, а что это такое человеческий капитал. Понятие не очень очевидное, но давайте попробуем в этом разобраться. Дело в том, что со временем экономисты стали пытаться понять, почему те или иные страны богатеют, а те или иные страны остаются довольно бедными. Какие факторы влияют. И в общем, со временем стало понятно, что чрезвычайно важным фактором экономического роста, благосостояния является то, что трудно выразить в зданиях, сооружениях, в запасах полезных ископаемых. То есть то, какие люди в стране живут, как эти люди образованы, что они умеют, что они знают, какие у них навыки, насколько они способны сотрудничать друг с другом. Вот это все получило название человеческий капитал. Единственное, что я хотел бы сразу уточнить, что это не синоним образования, совсем не синоним. Я бы так сказал, что человеческий капитал, пусть это будет не очень точное научно-техническое определение, но удобное для понимания, это эффективная образованность. То есть это то, насколько человек со счет своих знаний, умений, квалификаций, опыта может приносить себе и обществу доход больше, чем он и общество потратили на его образование. То есть это как бы такой чистый результат образованности, опытности, умелости человека. Вот если такой чистый результат возникает, то человек обществу полезен, себя делает богаче. И вы скажете, разве это не автоматом получается? К сожалению, нет. Вот есть такие довольно грустные расчеты, что в России есть довольно немалая, по разным оценкам, чуть ли не в 15%, доля так называемых неуспешных людей, людей, которые в общем какое-то образование получили, но экономически страна от них ничего не получает, не выигрывает, не богатеет. То есть они не являются элементом богатства страны. Поэтому человеческий капитал это эффективное образование, когда человек способен применить свои знания, и эти знания приносят доход и ему, обществу, и компании, в которой он работает. Вот это тогда человеческий капитал. И если мы это понимаем, мы вдруг поймем, почему так много внимания в мире уделяется образованию. Почему страны, которые, казалось бы, и так богаты природными ресурсами, тратят огромные деньги на возведение университетов, на создание научных центров, на привлечение выдающихся преподавателей. Посмотрите, какие шикарные, дорогие здания. Казалось бы, нефть есть, и нефть еще будет долго, нефть дешевая, доходы большие, зачем тратить огромные деньги на университеты. Но эти страны понимают очень красивую мысль, которую высказал когда-то один из министров по-моему, Саудовской Аравии. Он сказал, что каменный век кончился не потому, что кончились камни, и нефтяной век кончится не потому, что кончится нефть. И поэтому эти страны достаточно умны, чтобы понимать, что когда начнет падать спрос на нефть или цены на нефть, нужно иметь что-то другое, что позволит стране сохранять устойчивость, зарабатывать деньги и кормить свое население. А это умение, знание, квалификация – это чрезвычайно важная тема. Поэтому, повторяя, казалось бы, вполне успешные, богатые газом или нефтью страны Ближнего Востока уже сегодня сильно инвестируют в наращение своего человеческого капитала. И это некая такая поучительная идея, которую в России бы стоило обдумать. Мои коллеги-экономисты очень много говорят, думают, исследуют тему человеческого капитала. И их позиции вполне соответствуют моей. И я попытаюсь понять и объяснить вам, что это такое, позиции наших экономистов. Я процитирую слова одного из моих очень уважаемых коллег, профессора Александра Александровича Аузана, декана экономфака, который сказал, что будущая экономика России должна стоять не на минеральном сырье, а на человеческом капитале. Красивая фраза, я с ней полностью согласен, готов, что называется, подписаться. Но, в общем, не очень она на практике-то реализуется в России. Если говорить, то я позволю процитировать еще одного из моих известных коллег, моего бывшего коллегу по высшей школе экономики, профессора Экапсона. Что он сказал? Что если мерить по тому, сколько лет люди в России учились, то вроде мы по 6 лет образования в первой пятерке в мире. Все вроде хорошо. Но если посмотреть, сколько России тратит на образование, причем даже не в абсолютных величинах, а вот по доле затрат на образование в валовом продукте страны, то есть насколько для страны важно образование, то Россия находится на 98-м месте в мире. То есть Россия очень мало тратит, Россия мало внимания уделяет. Россия не озабочена развитием своего образования. Так немножко с барского стола сбрасывается, но очень немного. И в итоге, что мы сейчас видим? Опять же, позволю, чтобы это были не мои слова, а опять же слова профессора Узана, живущего, работающего в России, который сказал очень горькие слова. Я понимаю, что их слушать многим будет довольно тяжело, но попробуйте. Российский человеческий капитал сейчас является главным активом нероссийской экономики. Наша примитивная экономика сейчас не требует человеческого капитала такого качества и выбрасывает его в мир. И это явление не последних 10-15 лет, а 150 лет развития России. Ну, ужасно горькие слова. И в итоге, конечно, мы понимаем, что из России давно идет отток мозгов, brain drain, как говорят англичане. И это, конечно, большая потеря для России, но они, эти люди, уезжают же не только потому, что там предлагают какие-то лучшие условия оплаты и, в общем, как-то комфортабельнее. Там лучшие условия для реализации своих возможностей, своих специальных знаний, для создания какой-то новой интересной научной идеи или продукции. И вот сейчас, когда началась СВО, или, как теперь уже говорит президент Путин, война, значит, отток усилился, и это уже очень большая беда для страны. Опять позволю себе обратиться к словам профессора Узана, который, на мой взгляд, является ведущим специалистом в этой сфере. Вот он произнес такие слова, давайте в них слушаемся. Как человек, занятый производством человеческого капитала, говорит профессор Узан, и как университетский профессор и декан, я вам хочу сказать, что человеческий капитал производится медленно. Воспроизвести то, что мы потеряли сейчас, вряд ли сможем раньше, чем через 7-10 лет. Это при условии, если немедленно прекратится боевая деятельность, и люди перестанут погибать. То есть мы загнали сейчас Россию в ситуацию, когда она бурно, быстро, страшно теряет человеческий капитал, и восстановить его, получается, мы сможем, но в идеальном случае, где-то к 30-35 году, если перестанем терять людей. Но, как видите, пока никаких признаков, что это прекратится, мы не наблюдаем. Значит, считайте, что восстановление человеческого капитала, хотя бы такого, какой был в России, наконец, с 21-го года, сдвигается ближе к 40-м, 50-му году. Согласитесь, картинка сильно нерадостная и довольно трагичная, я бы сказал. Но давайте разберемся, почему трагичная. Слово-то я произнес такое тяжелое, болезненное, режущая психику. Давайте разберемся, почему я так говорю. Дело в том, что когда мы смотрим на историю человечества как экономисты, то мы видим некую логику развития человеческой экономики, людской экономики, экономики человечества, как хотите. И она очень простая. С чего начинало человечество свою экономику? С аграрной деятельности. Крестьяне возделали поля, значит, соответственно, это приносило урожай. И богатством нации были огромные сельхозугодия, и люди, которые были готовы эти сельхозугодия возделать, за это велись войны. И, в общем, аграрная экономика кормила человечество довольно долго, практически, считайте, где-то до 17 века вполне это был основной источник богатства, и в России это было в 19 веке еще так же. Но дальше пошла индустриальная экономика, потому что пошла промышленная революция, появились промышленные предприятия, огромные мануфактуры, и вот они стали давать, ну, как бы доход, и рост благосостояния куда больше, чем сельское хозяйство. То есть не значит, что сельское хозяйство исчезло, рассосалось, перестало быть значимым. Но поверх него, что называется, появился второй пласт экономики, индустриальная экономика, и вот она стала очень важной, нужно было для нее готовить людей, и она кормила страну. И богаче был тот, у кого были самые большие заводы, потому что самый большой завод делал продукцию дешевле всех, а раз она была дешевле всех, им можно было продавать дешевле всех. Ну и, соответственно, ты выиграл рынок и зарабатывал деньги, поэтому вот большие гигантские предприятия стали основой богатства. Но это было, ну, примерно, считайте, где-то, ну, до середины 20 века, может быть, чуть позже, а дальше началось какое-то другое смещение, и появился новый пласт экономики, сервисная экономика. Тогда появился термин постиндустриальная экономика, может быть, вы его слышали, знаете. То есть это не то, что кончилась промышленность, но просто она перестала быть главным мотором экономического роста, экономического благосостояния. Сервис стал кормить, и мы видим, что в большинстве развитых стран, если ты берешь структуру валового продукта, то большую долю дают уже сектор сервиса, а не сектор промышленности. И, наконец, вот уже где-то в самом конце 20 века, начале 21, появился новый тип производственной деятельности – это информационная экономика. И вот, когда мы идем по этой логике, то становится понятно, что все нужно больше квалифицированных людей. Крестьянин знал определенный стандартный набор знаний, которым его учил дед и отец. И эта традиционная модель, когда сеять, когда убирать, когда обрабатывать, это все было довольно стабильно, стандартно, передавалось от поколения, поколение особой такой системы обучения было не нужно. Но когда пришла промышленность, понадобились инженеры. И если вы знаете историю России, то история 19 века – это история, ну как вам сказать, безумной моды на инженера. Один из императоров сказал в то время, мы все в России инженеры. Потому что это было безумно престижно, шло огромное железнодорожное строительство. Инженер – это был бог, инженер – это был царь, инженер – это был человек, от которого, так сказать, млели девушки. И это была, в общем, очень такая серьезная тема. Нужно было создавать образование, наращивать человеческий капитал инженерного типа. Дальше пошла сервисная экономика, финансовая, информационная. И все эти экономики требуют очень высокой квалификации. И отсюда растет вот это значение образования, непрерывного причем образования, как это говорят сейчас, lifelong learning, обучение, образование на протяжении всей жизни. Теперь уже нельзя завершить образование в университете и на всю жизнь считать, что у тебя корочка есть, и тебе ее хватит до пенсии. Не получается. Поэтому вот это наращение, обновление человеческого капитала стало сегодня, пожалуй, главным фактором развития мировой экономики. И это действительно так и получается, и совсем не слова. Вот здесь вы увидите на экране два графика. Это графики, рассчитанные мировым банком. Он изучал очень простой вопрос. Какой фактор или какие факторы сегодня очень сильно влияют на формирование экономик человечества? Это развитые страны. Что вы здесь посмотрите, вы увидите. Что физический капитал формирует валовый продукт этих стран процентов на 16, природный капитал процентов на 20, а 60%, 64 точнее, это человеческий капитал. То есть, чем люди более образованы, тем более богата страна. А если вы посмотрите на график, который показывает структуру факторов развития экономики России, вы увидите, картина противоположная. 72% вклада в ВВП дает природный фактор. И только 14% у вас дает человеческий капитал. То есть, Россия это страна, где люди наименее значимый элемент хозяйства, наименее значимый элемент экономики, наименее значимый фактор роста благосостояния граждан. Потрясающая картина. Мы все разговариваем о том, какая Россия хорошо образованная страна, только пользы для страны не очень много. Россия как жила природными ресурсами и их экспортом, так и живет по сей день. Более того, мы начали понимать, и это совсем такая нерадостная тема, что качество человеческого капитала в России, ну как вам сказать, не повышается, а падает. И пошли уже, так сказать, оценки, пошли рассуждения о том, что человеческий капитал, вы только не пугайтесь этой страшной фразой, он мешает развитию России. Ну, какая-то такая совершенно жутковатая фраза, да, как это люди могут мешать развитию своей страны. Ну, это, в общем, такая действительно страшноватая логика. Я попытаюсь объяснить. Ну, смотрите, люди же вносят вклад в экономику тем, что они производительно трудятся, производительность труда, да, наверное, знаете такой термин. Вот она в России очень низкая. И это очень такой фактор, снижающий вклад человеческого ресурса страны в рост ее благосостояния. Я знаю, что по интернетам и по ресурсам всякого рода, вроде страшная фраза о том, что Маргарет Тэтчер предлагала сократить население России до 15 миллионов человек, и все ужа шаются людоедским словам Тэтчер, это совсем не так было сказано и имело смысл совсем иной, причем абсолютно правильный. Просто Тэтчер сказала, что тот валовый продукт, который создает Россия, может обеспечить приличный уровень жизни всего 15 миллионов человек, а в России живет, а тогда еще в СССР жил 250. То есть экономика крайне неэффективная, она не может прокормить такое население, она не может обеспечить хорошую уровень благосостояния, она плохо работает, она паршиво работает, она безумно бездарно управляется. Вот это, собственно, Тэтчер и говорила. То есть очень какая большая беда России, это то, что в общем ее человеческий ресурс плохо используется, не приносит хорошей экономической отдачи, а в последнее время он даже стал тормозить экономический рост. Я повторяю, это страшно звучит, но есть расчеты, вот я здесь опять вам показываю график, он подготовлен исследователем опять же из высшей школы экономики. Здесь показан вот, ну как бы вклад разных факторов в рост валового продукта России. Если вы посмотрите последние два столбика, это 2020-2021 год, то там видно, что вот вклад образования становится отрицательным в России уже, да, вклад здоровья становится отрицательным, понятно, что это ковидные годы, то есть вклад в человеческую капиталу становится в России отрицательным. То есть люди, ну как вам сказать, уничтожают то богатство, которое приносит природные ресурсы. Ну вот такая несколько дикая картина относится, получается, что было бы в России людей поменьше, они бы жили лучше. Они бы продавали то количество нефти и газа, которые могли бы продавать, но они бы жили лучше, если бы их было меньше. Вот это совершенно ужасающая модель. То есть есть потенциально огромное богатство, большая численность населения, но она бездарно готовится, бездарно получает образование, бездарно используется и поэтому не обогащает страну, а обедняет ее. Ну почему это происходит в последние годы? Разные, конечно, понятные истории. Во-первых, уходят люди из России, утекают кадры. Это, конечно, очень трудно оценить истинные масштабы, ну какие-то оценки, скажем, дает иногда Академия наук, когда она рассказывает, сколько уехало ученых из России. Это все вычеты, потому что если у тебя уехал сильный ученый, он не воспитает сильных учеников. Поэтому, повторяю, мы сегодня теряем кадры, уезжающие за рубеж за лучшими условиями труда, мы теряем кадры из-за слишком высокой смертности в России. Причем, к сожалению, вот мне не хочется давать этот страшный прогноз, но приходится, потому что я как аналитик собираю различную информацию, анализирую ее, и я понимаю, что вот у нас будет расти смертность в России. Ну почему я такие страшные прогнозы делаю? Потому что смертность, она, знаете, зависит от медицинских возможностей страны, от того, как организовано лечение людей. И я сейчас читаю, как пишут российские хирурги, они пишут о том, что у них начинаются проблемы со стентами. Но я не знаю, все ли понимают, что такое стент. Это такая трубочка, которая вставляется в заросший сосуд и расширяет, и человек может жить и работать. Это, в общем, совсем не сложная операция, но стент должен быть хороший. Вот импортных стентов больше, как это, не поступает в России, приходится ставить российский совсем не того качества, значит будет расти смертность. И это, конечно, огромная беда. Мы будем терять людей в прекрасном, зрелом возрасте из-за не очень серьезных поражений сердечно-сосудистой системы, просто потому что не сможем их вылечить. Это большая беда. Ну и, наконец, третья причина ухудшения качества человеческого капитала в России, это падение качества образования. Это всегда вызывает страшные вопли в любой аудитории. Все кричат, да что вы кричите такое, что вы такое говорите, что вы такое порочите. У нас лучшая в мире школа, у нас лучшая в мире университета, и вообще у нас все прекрасно. Все это было когда-то, и то не всегда. Всегда считалось, но это считалось давно, лет так 50 тому назад, что у нас очень хорошая средняя школа, тогда еще так примерной было, очень средненькие вузы, тогда еще не университеты, а вузы, и очень паршивая аспирантура. То есть у нас получалось так, что чем человек выше идет по уровню образования, тем хуже получается результат на выходе. У американцев все было наоборот, у них была довольно паршивая школа, они по этому поводу очень переживали, пытались это поправить, но у них были уже очень сильные университеты и совершенно прекрасные аспирантуры. И поэтому Нобелевские лауреаты как-то появлялись больше у них, чем в Советском Союзе и тем паче в России. Вот сейчас эта ситуация не исправляется, если будет любопытно, задайте какой-нибудь поиск в интернете про проблемы российской аспирантуры, найдете кучу публикаций. Туда-сюда гоняет аспирантура, то это уровень высшего образования, то это сфера подготовки научных кадров, при этом безумно низкие параметры защиты диссертаций. Понятно, что люди идут в Россию в аспирантуру сейчас в основном для того, чтобы получить отсрочку от армии. Все это очень слабо, плохо, и мы не используем возможности подготовки высококвалифицированных ученых, и соответственно эти ученые не появляются и не могут воспитать следующих учеников следующие поколения. Но тем не менее, государство на это смотрит крайне спокойно, нашему государству на это, видимо, российскому наплевать, и мы видим, что, ну как вам сказать, выбирая приоритеты, во что вкладывать деньги, во что их инвестировать, государство образование приоритетом не считает. Вот меня иногда ругает, вы столько критикуете, а вот где предложение, программку бы написали, как спасать Россию. Да бог с вами, этих программ спасения экономики России было написано немерено. Что из них вышло? Ничего не вышло. Я напомню документ, который был подготовлен, в общем, по прямому заказу власти государственной, так называемой стратегии 2020. Писали очень известные российские экономисты, практически все ведущие на тот момент внутрироссийские экономисты, какие там были записаны слова. Приоритет должен быть отдан системе образования, наращение человеческого капитала. И что было сделано? А ничего. Вот смотрите, значит, это, я возьму цифры 2019 года, да. Значит, в 2019 году доля инвестиций в основной капитал, то есть здание, оборудование, сооружение, 17%, а доля вложения человеческого капитала, 14%. То есть, в России по-прежнему верят, что главное это здание поставить, в него замонтировать, вмонтировать, установить какие-то мощные станки, и будет счастье на века. А какие люди будут работать, какие люди будут проектировать это оборудование, проектировать продукцию, это не важно. Были бы станки. И вот это очень такая устойчивая модель, которая ведет к тому, что Россия не наращивает человеческий капитал, а теряет, падает его качество, а это значит, что уничтожается надежда на будущее процветания страны. Вот это то, что мы, к сожалению, сейчас фиксируем в России, что, конечно, чрезвычайно угрожает ее будущему. В итоге мы видим, как это уже проявляется. А проявляется это очень просто, в том, насколько Россия является инновационной державой. Ну, очень же много людей, которые вот на просторах интернета кричат, что вот Россия родина слонов, все изобретено, все придумано, все сделано в России. Рассказывают, кто был пионером. Ну, знаете, для меня, как для экономиста, это не очень важно. Я объясню, почему. Для меня важно, что? А кто первым это вывел на рынок? Кто первым начал это производить? Мало ли кто чего изобрел. Знаете, в недрах патентных служб можно найти потрясающие интересные идеи, но только они никуда не пошли, ничего не принесли, никого не обогатили. Это, ну, как вот, изобретение, но это не инновация. Вот с этой точки зрения Россия такая довольно тяжелая страна. У нас человеческий капитал может что-то изобретать, но это не становится элементом экономики, не становится элементом производства, не становится элементом мира сервиса, то есть не становится инновационной. И Россия, в общем, перестала быть значимой инновационной страной. Она еще такой, знаете, оставалась когда-то во времена СССР, ну, в общем, еще где-то в 70-е годы мы могли говорить, что, в общем, ну, как бы советская научная школа, это, в общем, одна из ведущих в мире. Это были живы многие блистательные ученые еще, в преклонных уже лет, но они были блистательными, и это, в общем, было такое богатство. Мы это богатство проели, и вместе с ним стало все меньше инноваций. Вот если взять, есть такой рейтинг самых инновационных стран мира, вон, вы увидите его на экране, и не ищите в этой табличке слово «Россия», его там нету, потому что вот в этом рейтинге мировом по инновационности Россия только опускается все ниже и ниже, и вот в последнем рейтинге она опустилась 46-го на 47-е место. И получается, что Россия действительно очень низко в мире, действительно, вот по доле расходов на образование на 82-м месте, расходы на науку смешные, российские университеты, это нищие конторы по сравнению с американскими университетами, мало что могут дать своим исследователям. И это вот пренебрежение сферы образования и создания научных знаний лишает России места на мировом рынке инноваций. То есть, мы так мало чего-то хорошего создаем, и даже когда создаем, это никому не нужно. Поразительная история, Россия довольно много регистрирует патентов, а вот по внедрению патентов она находится где-то в шестом десятке стран. То есть, совсем плохо. То есть, Россия – это страна, которая, как вот сейчас любят говорить, не создает смысла, не создает продукты, не создает платформы. И это довольно грустная история. Поэтому человеческий капитал проедается, разрушается, возможности его использования в России ухудшаются, и это убивает российское будущее, потому что в этом будущем, в котором мы уже находимся и в котором идем дальше, вот как раз наибольшее значение имеет то, сколько у страны умных людей. Я даже ввел в свое время такой термин «страны-концентраторы». Я имею в виду, что появились некоторые страны, которые очень хорошо концентрируют человеческий капитал. Они приманивают людей с высокими квалификациями, знаниями, дают им всякого рода специальные льготы, особые визы, так называемые, что-то так называемые, визы талантов, ну и так далее. Создают для них программы грантов, и это приводит туда людей, которые потом создают продукт, внедряемый в этих странах и обогащающий эти страны, а не те страны, откуда люди пришли. Вот Россия как раз относится к числу стран-доноров. Мозги из России уезжают за рубеж, поэтому вам профессор Раузан и говорит, что российский человеческий капитал работает на нероссийскую экономику. Он помогает зарабатывать деньги американским компаниям, израильским компаниям, немецким, французским, я уж не знаю, ирландским каким-то, но нероссийским. В России он никому не нужен, никто не заботится о том, что ему было хорошо, и деньги на него дают все меньше и меньше. При этом беда еще и в том, что в России вот эта ситуация потери человеческого капитала наслаивается на потерю населения вообще. Надо же еще и это копать. А сколько людей, которых можно учить, образовывать? Ну, мне иногда говорят, но какое это имеет значение? Люди не очень понимают, как работает система создания научной элиты. Она работает, знаете, точно так же, как в спорте. Принцип абсолютно один и тот же. То есть, пирамидальный, для того, чтобы ты имел там 15 игроков национальной сборной, блистательных мастеров, у тебя должны быть десятки команд национальной футбольной лиги, а под ними должно быть еще больше число команд меньшей лиги, низшей лиги, потом еще должны быть дворовые, школьные команды. И тогда вот из этого огромного основания удается сортировать блестящих мастеров, которые потом завивают блистательные голы на чемпионате мира. В науке то же самое. Если нет большой пирамидальной основы, то наверх почти некого поднимать. И поэтому сколько людей внизу, очень важно. Что мы с этой точки зрения видим в России? Трагедия, я бы сказал. Слово тяжелое, страшное. Но вы уже знаете, что у меня есть кличка «апокалипсис», так что не судите строго. Но тем не менее, я просто излагаю факты, а уж как они звучат, уж вы простите. Но давайте начнем с простого. Что задача поправить ситуацию с населением, это не какая-то мысль, которую я юридически высказываю. Это прощение слова президента Российской Федерации, позволившую тебе его процитировать. Сбережение народа является одной из важнейших задач России и драйвером роста ее экономики. У нас рабочих рук не хватает. Мы должны серьезно увеличить это к 2024-30 году. Это один из факторов экономического роста. Ну и так далее. И все это было сказано в декабре 2021 года, а через три месяца было начато СВО, на которое люди начали гибнуть. Но это к вопросу о том, что говорит российский политик и что делает российский политик, в том числе в сфере воспроизводства человеческого капитала. Поэтому что мы понимаем, глядя на российскую демографию? Что это действительно довольно трагичная история. Россия понесла огромные потери в 20 веке. Здесь дал график так называемой демографической ямы России. Это вот то, что погибли люди, соответственно, было меньше рождено, потом был некий послевоенный бум рождаемости, родилось много детей. Но дальше снова повторяются эти ямы, нерожденные из-за войны, они, соответственно, дают меньшее количество детей. Это меньшее количество детей через 25 лет рождает меньшее количество детей. Если вы посмотрите на график, то там есть такая оптимистическая нотка, как видите, глубина этих ям несколько уменьшается со временем. Но вот, к сожалению, Россия сегодня попала в ситуацию, когда яма снова углубится. Просто потому, что потери будут из СВО такие, которые эту яму углубят опять. Мне говорят, ну как вы можете сравнивать человеческие потери во время войны на Украине и во время Великой Отечественной войны? Это совершенно разные вещи, это все неправильно. Люди что забывают? Я считаю, что со времен Великой Отечественной войны произошел так называемый демографический переход. Это значит, что женщины стали рожать куда меньше детей. Они рожают сейчас в два раза меньше детей, чем они рожали в 40-е и 50-е. Поэтому вот считайте, что те потери, которые Россия понесет, они эквивалентны потери в два раза большего числа мужчин, если брать по условиям Великой Отечественной войны. То есть мы сейчас получили страшный удар под российской демографией за счет гибели людей, инвалидности людей и бегства людей от мобилизации в соседние страны. Сколько России на этом потеряет, сказать нельзя, потому что еще не кончилась боевая страда, как мы это говорим, продолжается война в Украине, и поэтому потери до конца нам неизвестны. Мы можем примерно только аккуратно говорить, что потери будут в районе, видимо, не меньше миллиона, может быть, скорее полтора миллиона. Значит, считайте, что это эквивалентна потери примерно трех миллионов жизней по условиям Великой Отечественной войны. Вот это страшнейший удар, который будет сказываться теперь на численность населения России до конца века. Вот это беда, с которой непонятно, как справиться, поэтому в общем мы бы и готовы были кого-то учить, но просто детей становится меньше. Я когда это говорю, на меня бросается с криками, да вы что говорите, вы посмотрите, в Москве школы переполнены. И я говорю, ну а вы посмотрите, кто в школах московских учится. Это дети иммигрантов. Они спасают России пока по численности. Но этот фактор тоже начинает ислабевать. Значит, мы имеем расчеты российских демографов о том, что для того, чтобы хотя бы прекратить сокращение численности населения России, нужно, чтобы российскую жизнь приезжали и оставались здесь навсегда. 390 тысяч человек каждый год. Это огромная величина, и я бы не сказал, что россияне этой величине радуются. И это не мои какие-то домыслы. Послушайте, что сказал патриарх российский, всероссийский Кирилл. Он выступал на российском конгрессе национальном, недавно присутствии президента. И стал очень громко возмущаться, что завозится слишком много мигрантов, надо бы сократить миграцию. Современные миграционные процессы и их текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции. Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России, как его духовно-культурного ядра. Ну вот это есть некая проблема, поэтому поток не очень приветствуется в России, да он и сокращается, потому что находятся другие страны, желающие получить те же самые трудовые ресурсы, что и Россия. Надо сказать, кстати, что я согласен с Ракшой в том смысле, что в России нет какой-то такой особой страшной рождаемости, она такая, как в странах Европы. Но страны Европы пытаются, так же, как и США и Канада, ну как бы компенсировать за счет миграции. Ну вот буквально, наверное, где-то с недели назад, по-моему, чуть больше, правительство Германии поменяло условия миграции и, значит, разрешило теперь получать гражданство, гражданство не ПМЖ, а не постоянное место жительства, а гражданство после пяти лет проживания и работы в Германии. А если ты очень хорошо вписался, то через три года. Ты приехал, нашел работу, начал работать через три года, ты гражданин Германии, и ты можешь уже спокойно оставаться в стране и там выращивать детей. То есть страны заботятся о наращении миграции, потому что иначе рождаемость не обеспечивают. Россия не очень преуспевает в этом деле, к сожалению. И мы уже видим, что в 23-м году приток мигрантов упал до минимальных значений. И это, в общем, понятно. Стало не очень выгодно экономически приезжать в Россию. Дело даже не в войне, просто экономически не выгодно, потому что рубль обесценился. И, соответственно, заработок, который я потом перевожу в национальную валюту, в Центральную Азию, он тоже упал. Но не выгодно стало ехать. И мы видим, что появляются совершенно новые миграционные потоки. Скажем, из Узбекистана и вообще из Центральной Азии начинаются миграционные потоки в Великобританию. Пока это сезонные рабочие на сельхозработы, а людей из Казахстана начинают вербовать в Южную Корею. Южная Корея запускает целую программу подготовки людей, чтобы они приезжали в Корею подготовленные. То есть, за людей из стран с более-менее высокой рождаемостью идет конкуренция на рынке труда, международном рынке труда. И России здесь особо предложить нечего. Поэтому, что мы понимаем, что, в общем, собственное население падает из-за сокращения численности и падения рождаемости, а миграционными притоками не очень удается это поправить. При этом территория действительно очень уже большая и, как видите, прирастает. Усилием правительства населения падает. И в России появляется все больше пустой, необжитой земли, где даже непонятно, что делать с людьми. Вот мы с вами обсуждаем человеческий капитал. Человеческий капитал начинается со школ, потом с университетов. Но если там мало живет людей в этих территориях, то там, в общем, нет особого смысла создавать школы, вкладываться в эти школы, открывать университеты. Ну, просто это экономически нерационально, неокупаемо. Большая часть территории России – это азиатская часть, это 77% территории России. И здесь живет только 37 миллионов человек, 26%. То есть, доля в территории 77, а доля в населении 26. То есть, вы понимаете, что вот вся азиатская территория России, особенно за Уралом, это довольно пустая земля, вкладываться в развитие системы образования, но не очень эффективно. Это вот некая беда, с которой мы сегодня сталкиваемся. Более того, существуют довольно страшные темографические прогнозы на конец века, которые говорят следующее, что население России к концу 21 века может сократиться в два раза. Я понимаю, что это звучит как-то очень, ну, действительно, апокалиптично, страшно, пугающе. Но вот есть две страны, которые на такое обречены по всем расчетам. Это Россия, как вам не покажется, страна Китай. Они тоже находятся в демографической беде. Ну и, в общем, получается, что хотя бы хоть как-то сократить вот этот отток населения, эту потерю населения, эту убыль. Нужны довольно большие масштабы эмиграции из других стран в России. То есть, не просто, чтобы приехал на три месяца поработал, а чтобы привез жену, детей, остался здесь, получил гражданство. А сейчас это как-то такая тема не очень интересная для людей, потому что как только ты получаешь гражданство, тебе приходят из военкомата и говорят «Амилоко, пойди послужи новой родине». Поэтому получается, что СВО еще и подкашивает поток мигрантов. Мы как-то на эту сторону СВО не смотрим, а это реальная история. Поэтому у нас как бы российское коренное население бывает, а мигрантов привезти, чтобы они стали гражданами России, тоже становится все труднее. И за счет этого компенсировать потери не очень получается. К чему эта экономика у России будет вести? К большому числу бед. Ну, давайте разбираться. Во-первых, будет все меньше предложений рук рабочих на российском рынке. Мы уже это фиксируем. Посмотрите, вот есть недавние публикации, это теперь чуть ли не основная тема исследований, что происходит на российском рынке труда. И картина, я бы сказал, такая, ну, мягко говоря, не веселая, если такой термин пригодится. Дефицит оценивают сейчас примерно 4,8 миллиона человек. Как это компенсировать никто? Не знает, безработица опустилась до 2,9 процента, это уже катастрофа просто. Значит, уже невозможно найти людей. Все говорят, давайте будем наращивать российское производство. Давайте займемся импортозамещением. Мелок, я бы и рад. Только где мне рабочих-то взять? Значит, поэтому начали в России обсуждать сейчас совершенно две последние резервные мощности рынка труда. Значит, первые это подростки с 14 лет, чтобы они шли работать как можно активнее в производственную сферу. И, значит, решили, давайте мы еще пенсионеров вернем. Ну, не очень это получится. Как вы знаете, продолжительность жизни в России не очень большая. И человек уже, когда доживает до пожилых возрастов, он уже и измотан, и больной, и не очень уже способный к труду. Ну, уже с горя-то ничего другого не остается. То есть, вот эта оболь населения, она будет приводить к тому, что будет все меньше людей, все меньше людей с квалификацией и так далее, и так далее. Значит, соответственно, будет трудно наращивать производство, будет трудно запускать производство новой современной продукции, но одновременно будет падать и спрос. Меньше народа, меньше покупателей. Значит, меньше спрос на товары, соответственно, раз меньше спрос, меньше объем производства. Меньше объем производства, выше сдержки производства. Экономика очень жесткая система. Когда ты увеличиваешь масштабы производства, у тебя снижаются издержки. Можете поискать в интернете словосочетание эффект масштаба, поймете о чем я говорю. Но есть антиэффекты, вот Россия сейчас сталкивается с антиэффектом, народ убывает, рынок сокращается, спрос падает, делать нужно меньше, ну и соответственно получается дороже. А делаешь дороже, вынужден продавать дороже, тогда народ еще менее охотно покупает. Ну, возникает какая-то такая замкнутая цепочка, падение производства, падение возможности продажи, ну в общем некая такая нехорошая история, которая делает вопрос экономического роста в России, ну как вам сказать, мягко, очень проблематичным. Более того, возникает вопрос, а может ли Россия вообще удержать такую территорию, как у нее, при такой малой численности к концу 21 века, что будет, да? Но мне народ пишет, у меня очень много злобных критиков на просторах интернета, они говорят, да вы ничего не понимаете, мы сейчас присоединим территорию Украины, там народу будет до черта, и вот это все компенсирует, и у нас будет опять процветание и много-много людей. Во-первых, мы не знаем, сколько населения придет, и более того, есть ощущение, что это население, оно скорее создаст России проблемы, чем принесет богатство. Там будет очень высокая, и мы это уже наблюдаем, доля пенсионеров, которым надо будет выплачивать в пенсии российские, потому что они теперь граждане России будут, и ну самые такие реальные оценки, которые я читал, что вот по четырем территориям, которые Россия объявила своими, там вся численность, это 6 миллионов человек, вот, и насколько я понимаю, там довольно, в общем, много пожилых. Так что в этом смысле это не производительная рабочая сила, которая будет создавать ценность для России и богащать Россию, а это пенсионеры, которые придут и скажут, дайте нам пенсию, работали мы в Украине, а пенсию заплатите нам из российского бюджета. Это уже заявлено, уже сказано, что, в общем, вот придется платить пенсии этим гражданам, и это, в общем, уже сильно сужает возможности повышения зарплаты прежним гражданам. Ну вот, поэтому с демографией в России крайне плохо, и, соответственно, падает численность трудоспособного населения, это уже даются достаточно официальные оценки, ну, самая такая, ну, массовая стандартная оценка, что Россия сейчас будет ежегодно терять по 700 тысяч человек трудоспособного населения каждый год. Значит, вот считайте, 4,8 у нас уже дефицит, и дальше, значит, ну вот по 700 тысяч, значит, ну, соответственно, через 10 лет, плюс 7, 4,8, да, 11,8, почти 12 миллионов, нехватка рабочих рук, что у вас остается от российской производственной деятельности, что вы сможете делать. Поэтому возникают какие-то сейчас безумные проекты, недавно как раз такое читал, давайте будем завозить рабочих из Кении. Ну, не очень, я верю, что это будет хороший результат, я пожилой человек, я хорошо помню, как мы довольно массово возили вьетнамцы в свое время, мало кто это помнит, но мы довольно много вьетнамцев привозили, у нас работала постоянная вербовочная миссия во Вьетнаме, и мы вьетнамцев привозили, ну, в общем, не очень это помогло развитию экономики СССР, ну, скажем так, мягко, да. Значит, поэтому мы понимаем, что, в общем, рабочие силы в России будут падать, и она уже довольно давно снижается с 2013 года, и только темпы будут нарастать, повторяю, еще и потому, что мы людей трудоспособного возраста отправляем воевать, они там погибают или становятся инвалидами. То есть, в стране с достаточно катастрофической ситуацией демографической, достаточно катастрофической ситуацией надовых ресурсов, то есть, убылью человеческого капитала просто по демографическим факторам мы еще наложили военную убыль, и тем самым ситуацию только усугубили до крайности. Вот это потрясающая модель государственного управления, но не я ее придумал, не я ее реализую, я вам просто ее описываю, как она уж сложилась сейчас нынешняя в России. Беда еще и в том, что Россия страна не просто убывающая по чистности, но и стареющая, так же, как и Китай, кстати. В этом смысле Россия очень похожа сейчас на Китай, очень много уже пожилых, Россия, по международным меркам, страна пожилая, и значит, очень большая доля человеческого капитала страны, это уже пожилые люди, которые, может быть, прекрасно образованы, владают высокой квалификацией, чудесным опытом, но они уже не очень здоровы, они уже очень пожилые, они просто уходят с рынка труда, и, соответственно, человеческий капитал уходит в пенсионную сферу. Да, это беда. Но вот смотрите, чтобы было понятно, что такое старение страны. Ну вот мы берем 1926 год, да, доля людей старше 60 лет в СССР была 8,6%. То есть страна была преимущественно молодая. Эту страну можно было послать на стройки, на возведение плотины, это было, в общем, вполне хорошо, молодых хватало и на войну, на все, что угодно, много было. А теперь мы берем спустя век, 2020 год, да, и эта доля пожилых старше 60 лет уже 26,4, четверть населения, это люди старше 60 лет уже, как вы понимаете, сильно пониженной трудоспособности. Ну вот я покажу вам график, как будет расти доля пожилых, если вы посмотрите на этот график, то к 2036 году доля пожилых в России достигает 30%. То есть почти каждый третий, это уже в таком невеселом возрасте старше 60 лет, ну, может быть, он еще может радоваться жизни, как радоваться еще жизни, я в своей 73. Но для производительной деятельности у него, конечно, уже потенциал пониже, потому что он уже не очень здоровый, силы у него не так много, как у молодого человека, и переучиваться на новые технологии, ему уже не так легко, все-таки новые технологии легче освоят люди более молодые, особенно современные. Поэтому мы понимаем, что в России назревает очень большая угроза с точки зрения того, что чеческий капитал, который приносит доход, убывает, а тот, который еще не очень большой приносит доход, потому что он только накапливает чеческий капитал. Этих людей становится меньше, и получается, что на каждого молодого генерирующего доход приходится все больше пожилых людей, растет так называемая демографическая нагрузка, я вам здесь показал эти кривые, это разные варианты в сочетании рождаемости, смертности, приезда мигрантов, но, как видите, здесь, в общем, видно, что довольно сильно до середины века растет вот эта демографическая нагрузка, то есть на каждого работающего приходится, значит, все больше пожилых, и если он еще и сам создает не очень большую добавленную стоимость, то откуда он возьмет деньги на то, чтобы и себя прокормить, и пожилых. Поэтому возникает вопрос, где мы будем брать деньги на выплату пенсий, есть ли у нас молодых, которые могут приносить немного, и эти молодые приносят в силу своего человеческого капитала не очень большой доход в стране. То есть это такой очень страшный тупик пенсионный, но не знаю, как из него страна будет выходить, пока каких-то понятных решений нету. Можно, конечно, обсуждать опять страшную тему повышения пенсионного возраста, но она уже довольно такая сомнительная, потому что у нас сейчас пенсионный возраст по мужчинам 65 лет, а доживает мужчина в общем России примерно, помню, до 70-71, то есть уже особо-то повышать пенсионный возраст, увести его за среднюю продолжительность жизни, это, конечно, уже такая безрадостная картина. Причем вот все эти расчеты, которые я вам показывал, и динамики численности, и обременение, значит, работающих пенсионерами, это все еще сделано было до СВО, то есть это без учета СВО, без учета миграции, бегства людей из страны, то есть по факту теперь картина пойдет по значительно более худшим траекториям, по значительно более неприятным ложбинам, и это, конечно, то, что мы еще до конца, повторяю, посчитать не можем, потому что мы еще не знаем до конца всех потерь, и не знаем, что будет происходить, мы не знаем до конца масштабы эмиграции из России, потому что люди еще очень так продолжают находиться в мобильном состоянии, приезжают, уезжают, не снимаются с учета, поэтому мы до конца не знаем, сколько людей страну покинуло навсегда, сколько может вернуться, мы этого не знаем. Но мы понимаем, что число пенсионеров растет, и вот я уже вам сказал, что пенсионеры новые будут обременением российской социальной системы, социального фонда России, это не мои какие-то домыслы, я процитирую первого зампредседателя комитета Госдумы по труду к социальной политике и делам ветеранов Елены Цукаевой, Цунаевой, прошу прощения, она заявила, мы должны помнить, что у нас есть новые присоединенные территории, это тоже расходные обязательства, с учетом того, что доходных обязательств, обязательств пока с этих территорий ожидать не приходится. Но давайте я перейду на человеческий язык, то есть доходов с новых территорий никаких не будет, а платить пенсию надо, на счет того, что эти территории принесут России богатство, ну бог с ним, это отдельная тема, не будем к ней обращаться. Но понятно, что ситуация с демографией, на основе которой потом формирует человеческий капитал, плохая, нехорошая, и эта ситуация будет только усугубляться, и, значит, восстанавливать ситуацию придется очень долго, если вообще удастся. Вот когда я произношу, если вообще удастся, народ начинает на меня совсем сердиться, говорит, вы какой-то совсем пессимист, все можно поправить, все можно изменить. Это, знаете, такие пустые слова, потому что я как раз практик системы образования, отработал мне 30 лет, создавал университет, зная, как это все происходит, и понимая, что если ты хочешь создать хорошего специалиста, тебе прежде всего нужны хорошие преподаватели. А где ты их возьмешь, если у тебя их сейчас в стране мало? Мне говорят, да ладно, в мире найдем, завербуем. И я говорю, ребята, это сложно. Вот высшая школа экономики, в которой 30 лет отработала, она пыталась людей искать на международном рынке научного труда, есть такой рынок, и очень трудно. И деньги надо платить очень большие, и конкуренция большая, потому что ищут преподаватели вот эти университеты Ближнего Востока, которые вы видели на фотографии, Китай ищет, Индия ищет, Африка ищет. И, в общем, заманить людей в Россию, особенно в нынешнюю Россию, с его нынешней ситуацией, ну, довольно трудно. Поэтому, как бы, вот ситуация с тем, что мы хотим, может быть, нарастить подготовку квалифицированных кадров, восстановить потери человеческого капитала, но для этого нужны преподаватели. И вот сумеем ли мы вот эту ситуацию исправить, как ожидает там профессор Аузан, 7-10 при немедленном прекращении СВО или 10-15, если еще несколько лет продлиться, это уже тоже такие, знаете, гипотетические цифры. Возможно, что это уже и непоправимая история. Я понимаю, что страшно говорить никогда, но вот, чтобы поправить, нужны огромные усилия, ресурсы человеческие. И это не очень быстро получается, потому что сначала ты должен воспитать преподавателя, который будет учить следующее поколение студентов. Вот и считайте, что через 50 лет, если сегодня ты начал, через 50 лет у тебя появится хорошая система высшего образования, где классные преподаватели будут учить классных студентов, которые будут богатством страны и наращивать человеческий капитал. И дальше будут учить своих учеников. Это очень тяжелая история, Россия сейчас себя поставила в позицию, когда это становится крайне сложно, если вообще, повторяя, возможно. Причем беда в том, что мы теряем действительно не просто людей, мы теряем людей наиболее квалифицированных, которые легче находят работу за рубежом, людей наиболее активных. Я процитирую еще одного из моего коллег, Рубена Яниколопова, это экс-ректор Российской экономической школы, сейчас он профессор университета Помпео Фабро Испании, то есть это как раз еще один пример вот такой утечки мозгов из России. Вот он написал, вынужден констатировать, в России уезжает лучше. Во всех сферах идет мощный отрицательный отбор. Сравнительно небольшой общий процент уехавших не должен вызывать иллюзий. Эти несколько процентов самых талантливых играют в наукоемкой экономике решающую роль. То есть мы пока еще не увидели всех последствий, всех результатов, всех итогов начала СВО. Мы как бы видели то, что первые ожидания не сбылись, краха, потому что сработал российский бизнес. Но дальше и этот бизнес уже тоже попадет в беду. Для того, чтобы бизнес хорошо работал, его людей тоже надо учить. Вот я 30 лет занимался тем, что учил людей тому, как грамотно делать бизнес в России. И мои коллеги этим занимались 30 лет. Мы воспитали новое поколение бизнесменов, которые потащили экономику России. Именно мы, потому что когда это все в 90-х начиналось, то вот людей, понимающих, как работать в рыночной экономике, в России было просто ноль. Это ну как бы трудно представить, но это было ноль. Просто никто не знал, вообще никто не знал, что такое современный банк, как работает фондовый рынок, как заниматься маркетингом, как заниматься логистикой. Слово «логистика» не было в Советском Союзе. Было материально-техническое снабжение по государственным разнарядкам. То есть мы начинали с нуля. 30 лет мы наращиваем человеческий капитал российского бизнеса. Вот сейчас это выстрелило, этот человеческий капитал не дал экономике России упасть. Но кто будет учить дальше, когда уезжают те же преподаватели, которые учили бизнесменов, я теперь не знаю. Поэтому ситуация такова, что, возможно, на восстановление человеческого капитала, уже потерянного и еще теряемого в России, уйдут десятилетия. И мы в лучшем случае можем начать на что-то компенсировать где-то в середине века. Вот страшные такие горизонты, но это вот уже картина. И это будет, повторяю, происходить на фоне общей убыли населения. И в этом населении найти будет талантливых, энергичных, желающих учиться. И наращивание человеческого капитала будет просто трудно, потому что их будет просто все меньше и меньше. Не будем об этом забывать. Причем у нас в России ситуация не очень хороша. По самым разным уровням квалификации. В России, кстати, очень мало осталось квалифицированных рабочих. Квалифицированный рабочий – это тоже очень важный элемент человеческого капитала. Все время говорят про ученых, про преподавателей. Да бог с вами, квалифицированный ученый – это тоже прекрасный элемент. Но и квалифицированный рабочий – не хуже элемент. Вот как с этим в России? Знаете, то есть мне производственники давно говорили, кто у нас на заводах работает, да? Лысые, досивые. Вот основной квалифицированный работник на предприятиях. Но это как бы такая эмоциональная оценка. А давайте посмотрим по цифрам. Так вот, картина такова, что в России рабочих высшей квалификации, да, осталось всего 5% от общей численности работников, да? Для сравнения, в США это 43%, в Германии 56%, в Японии 75%. И мы будем с вами обсуждать, и какие шансы России нарастить производительность труда, создать высококлассную, высококачественную продукцию, востребованную в мире. Так, ребята, а кто делать-то будет, если у вас всего 5% осталось станочников? Подозреваю, что это очень уже немолодые станочники, которые достаточно быстро уйдут. И кто тогда это будет производить? Вот эта ситуация такова, что мы запустили подготовку кулисерных кадров, не до этого было. И вот теперь как бы все это вылезает, все это начинает колоться, все это начинает резать. И в итоге выясняется, что у России очень плохая структура человеческого капитала, не только по высшим уровням, там преподаватели университетские, ученые в Академии наук, но и на уровне кулисерных рабочих, на уровне мастеров, инженеров, заводских. Огромные проблемы, на это нужно тратить огромные деньги, но никто тратить не собирается. Да, еще к тому же мы разорвали связи российской науки, образования с международными коллегами, с мировыми коллегами, это стало теперь просто даже, знаете, опасно. После того, как один из прокуроров России сказал, что если ученый выступал на международных конференциях, публиковался в международных журналах, то очевидно, что он предатель. Но после этого, как вы понимаете, рассчитывать на какую-то интеграцию российского научного сообщества в мировую науку довольно трудно, жить-то хочется и на свободе. Поэтому, конечно, ситуация такова, что разрывается связь, а без этого ничего не получается. Россия когда-то 200 лет накапливала человеческий капитал, накопила огромный капитал к началу 20 века, но это было как раз связано с тем, что Россия очень хорошо, ну как вам сказать, была интегрирована в мировую науку. Это было нормально, приезжали иностранные ученые, воспитывали российских ученых, российские ученые уезжали, работали в зарубежных лабораториях. Это продолжалось до начала 20 века, до расцвета СССР, я бы сказал, в кавычках, и это сломалось. Поэтому сейчас, когда мы опять загоняем российскую науку образования в изоляцию, в глухой заповедник, куда чужие не ходят, то это будет означать только падение качества образования и ничего другого. Это трудно, конечно, так говорить, но вот, к сожалению, картина складывается именно таким образом. В изолированной стране, ну как бы очень трудно иметь высококлассное образование. Недаром вот эти все арабские университеты активно ловят, ищут, заманивают классных ученых и преподавателей со всего мира. Я тут считал, что и российские там преподаватели активно работают в этих университетах уже тоже, куда только российского человека не занесло судьбой. Поэтому что мы понимаем? Что сейчас Россия переживает очень тяжелые времена, и, к сожалению, в этих тяжелых временах государство играет крайне негативную роль. Я это для себя обозначил таким тяжелым термином, уж простите, я это называю перестройкой минус. Была перестройка плюс, которая началась со времен Горбачева, при всех достоинствах и недостатках, но в итоге мы построили более-менее рыночную экономику, которая удержала и спасла Россию в 1922-1923 годах. А сейчас идет перестройка минус. Это потеря того, что было наработано за 30 лет, возврат в прошлое. И, ну, опять же, для этой перестройки нужна, опять-таки, некая свобода перестройки системы образования, чтобы подготовить людей для новой жизни. Ну, вот с этим-то опять ничего не получается, потому что государство теперь активно влезло в систему подготовки технического капитала, в образование. Говорит, вот это можно, это нельзя, это делай, это не делай, здесь читай, здесь не читай. И это означает, что вот как бы эта новая перестройка пойдет очень тяжело, потому что нужно будет менять всю систему управления экономикой, нужны будут другие компетенции, а этого никто не позволит сделать, потому что государство влезло, уселось на системе образования, денег не дает, чего-то требует, добивается высокой идеологической активности, и в итоге мы понимаем, что нас ждет, видимо, очень тяжелый вот эта перестройка минус с огромными потерями. Возможно, не меньшими, а даже большими, чем в 90-е годы. Очень такая неприятная мысль, огорчительная, страшная, я понимаю, представить, что ты опять попадешь в такую же тяжелую ситуацию, какими были в 90-е, но похоже, то есть рынок труда не сможет адаптироваться, потому что он зажат государственным регулированием сферы образования, и теперь как бы от этого уже не избавиться, от чиновника не подвинуть, и поэтому, в общем, придется перестраиваться, а перестраиваться непонятно как. Ну вот это, конечно, такая дополнительная тягость для российской экономики нынешнего времени, то есть человеческий капитал перестроить под новую модель жизни России, жизни страны, которая оказалась, ну как вам сказать, в изоляции от мира, оказалась враждебной позицией, оказалась токсичной экономикой, перемучительно пытается найти каких-то хоть новых партнеров, с кем хоть как-то можно работать. Вот ей нужны какие-то другие, видимо, программы подготовки кадров, а с этим плоховато. Даже непонятно, что с этим делать, и как это делать, и на какие деньги делать. Поэтому мы понимаем, что перестройка минус может оказаться тоже очень большой бедой, и те, кто говорят, ну ладно, 90-е пережили, это вот люди моего возраста, молодые еще в таких ситуациях не живали, они прожили последние 20 лет на подъеме российской экономики, на улучшении условий, на повышении сервисности экономики, на повышении благосостояния, но с 2013 года все это, кстати, уже ломается, а сейчас будет ломаться еще быстрее. В итоге мы понимаем, что сегодня российское государство не поможет изменить структуру подготовки человеческого капитала под новые условия, а портит эту систему, нарушает эту систему, создает угрозу и затрудняет восстановление после тех проблем, которые уже свалились на экономику России из-за СВО. И выход из этой ситуации пока не очень прослеживается. Ну и давайте теперь подведем итоги того, что мы с вами выяснили. Ну ну, во-первых, мы понимаем, что последние десятилетия России скорее проедает, чем наращивает свой человеческий капитал, да? При этом государство это не волнует, я произнесу эти страшные слова, но не волнует, потому что государственный аппарат России кормится, да, это старое русское слово «кормление». Так вот, госаппарат кормится от дохода с продажи природных ресурсов и наращение человеческого капитала его не очень тревожит, ему это не нужно. Его будут хорошо кормить нефть, газ, пусть их будет меньше, но, в общем, и людей будет в России меньше, значит, меньше нужно будет отдавать на социальные цели, и чиновнику хватит еще долго. Россияне будут жить обычно и очень плохо, а вот госчиновник еще долго будет вполне хорошо себя ощущать. Но поскольку это будет происходить, то Россия будет терять и численность, и квалификацию, и научный потенциал, и восстановить это будет крайне трудно, если, повторяя, вообще будет возможно. И это позволяет нам говорить о том, что при любом варианте развития событий не очень, мягко говоря, веселое будущее России, экономики России, благосостояние граждан России прослеживается практически до конца века, потому что чудес просто так не бывает, чудеса создают люди, а если и людей меньше, и образования меньше, и мотивация меньше, то кто будет вытаскивать Россию из беды, кто будет делать ее богатой, кто будет создавать в России хорошие условия жизни, создавать чудесные продукты, за которыми будут гоняться люди со всего мира, ну, просто некому. Поэтому, вот, к сожалению, картина такова, что, конечно, ну, такой катастрофы страшной экономической в России не будет, я о этом никогда не говорил, но будет неуклонное снижение благосостояния, потому что, ну, в общем, когда упадет спрос еще и на нефть, а он упадет довольно скоро, на горизонте 15 лет максимум, да, то, в общем, чем будет Россия кормиться? Она будет кормиться продажей пшеницы, подсолнечника, видимо, минеральных удобрений, это востребовано в мире будет, ну, и дальше я уже не знаю, это, конечно, позволит какое-то, так сказать, благосостояние обеспечить, но не сильно высокое, и в одной из своих лекций я недавно сказал, что, видимо, уровень благосостояния россиян опустится до уровня Ирана, а уровень благосостояния в Иране, он в три раза ниже, чем в современной России. Ну, вот, примерно такая перспектива. Этого можно было избежать, этого нужно было избежать, но для этого нужна была некая совершенно другая государственная политика, наращение человеческого капитала, создание условий для эффективного использования человеческого капитала, чтобы этот капитал создавал продукты, желанные, востребованные во всем мире. Мы эти продукты не только нефть продавали, зарабатывали, и это богатство бы позволяло россиянам жить все лучше и лучше. Но государство выбрало другую политику, сделало ставку на военную аннексию территории Украины, и это будет означать, что человеческий капитал России будет только убывать, а без него Россия, как мы с вами выяснили в современном мире, мало что может сделать, и ее развитие экономическое становится до крайности сомнительным, что я вынужден, к сожалению, и констатировать, как вывод по этой лекции, которая, надеюсь, была вам интересна. Спасибо за внимание, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok